Привет, друзья! Меня зовут Ольга Чайка, я дизайнер-архитектор. У нас сегодня будет рум-тур по очень необычной квартире. Вы увидите уникальную планировку, за которую мне прилетело очень много негативных хейтовых комментариев. Обязательно досмотрите ролик до конца и составьте свое мнение, нравится ли вам такая планировка или вы считаете, что я выжила из ума. Любая квартира начинается с прихожей и эта квартира, конечно, не исключение. Мы сейчас находимся с вами именно в прихожей. Изначально я прихожую задумывала как такой кубик внутри общего пространства. Прихожая у нас достаточно темная, внутри светлого пространства кухни-гостиной. Здесь пока не считываются наши диагонали, о них чуть позже. По наполнению у нас здесь достаточно большой шкаф. Шкаф у нас встроенный, но при этом он распашной. Очень функциональный, очень детально продуманный. Хочу обратить ваше внимание вот на эту нишу, которую мы видим внизу. Открытая ниша под обувь. Можно обратить внимание на то, что визуально эта ниша шкаф облегчает. Мне очень понравилось это решение, я буду применять его в дальнейших проектах. Как важен точный расчет? Посмотрите, эта ниша у нас имеет точный размер по вот этому лоточку. Поэтому, когда проектируете шкафы, обращайте внимание именно на детали. О деталях можно сказать и если мы говорим с вами про вот эту первую секцию шкафа, она хозяйственная. Здесь у нас расположен электрощиток, сверху роутер, внизу коллекторный узел. Между электрощитком и коллекторным узлом определенное расстояние, которое предусмотрено нормативами. Очень интересно организована в целом эта гардеробная. Для того, чтобы обслужить электрощиток, то есть, допустим, произвести какой-то небольшой ремонт, мы можем зайти в эту секцию, потому что вот эти полки очень быстро разбираются. То есть, буквально за 5 минут можно полностью секцию освободить. И внизу у нас нету цоколя, соответственно, мы сюда можем просто зайти. Обратите внимание на высоту, она четко рассчитана под вот эту вот стремянку. Остальные секции у нас с вами абсолютно традиционные. Здесь висит одежда, здесь у нас полка под головные уборы и сумку, а внизу вот это наша с вами открытая ниша. И третья секция, она тоже под одежду и полочка внизу, в данном случае там какие-то хозяйственные принадлежности. Здесь у нас начинается асимметрия. Шкаф у нас подходит к стенке, которая расположена под углом. Смотрите, как хорошо все организовано. Мы же не можем в асимметричную стенку закрепить петли, потому что петли требуют прямого угла. И, соответственно, петли у нас закреплены вот в эту вот вставочку. На полу у нас уложен керамогранит. Керамогранит отделяет грязную зону. Расположено у нас здесь зеркало, место под робот-пылесос. И на самом деле современные роботы-пылесосы занимают места достаточно много. Мне очень нравится ощущение такой пещерки, которая у нас получилась. И еще в прихожей у нас чудесная подсветка зеркала. Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную. И, соответственно, когда мы выходим, сразу нам открывается свет из гостиной. Именно ради этого мы создавали эту планировку. Сейчас мы ее обсудим. И посмотрим, что у нас было и что у нас стало. Мы изначально имели, на самом деле, достаточно неплохую планировку у квартиры. Она традиционная. Общая площадь квартиры у нас 69 квадратных метров. Большая кухня-гостиная с выделенной зоной кухни. Две хорошие комнаты по 14 метров. Но у нас было своеобразное техническое задание. Хотели клиенты получить хорошую спальню, обязательно гардеробную, санузел при спальне. И необходимо было сделать кабинет и большую зону кухни-гостиной. Что мы сделали и ради чего мы это сделали? Мы увеличили прихожую и развернули квартиру под углом 15 градусов. Почему? Потому что благодаря этому мы приобрели постирочную комнату. Благодаря этому мы приобрели шикарную мастер-спальню. Теперь у нас есть там не просто санузел при спальне, но еще и гардеробная комната. Кухня у нас организована как кухня-ниша. Соответственно, она не имеет естественного освещения, нет окна. Но эту проблему мы решили с помощью стеклоблоков, из которых у нас выставлена часть стены между кухней и кабинетом. И с помощью, собственно говоря, самой планировки. То есть у нас сюда попадает свет из окна гостиной. Если говорить про отделку, здесь вы видите светлые глянцевые фасады. Они отражают свет. И, соответственно, свет, который проходит через стеклоблоки, свет, который сюда попадает из гостиной, он отражается от этих фасадов. И мы получаем здесь достаточно много естественного освещения. Очень спорный материал стеклоблоки. Кто-то считает, что это история, которая вышла из моды. Кто-то ассоциирует их с 90-ми годами, с 2000-ми, там еще с какими-то другими мохнатыми годами. Но посмотрите, какие они сейчас. Если брать именно такие светопропускающие стеклоблоки, без всяких оттенков, без всяких цветочков внутри, без всяких рисунков, вы получаете очень интересную историю, которая вполне вписывается в современный интерьер и выполняет свою основную функцию. Кстати, стеклоблок – отличный звукоизоляционный материал, то есть через него никакой звук не проходит. И его характеристики ничем не хуже, чем у самой перегородки. Давайте посмотрим саму кухню. Что у нас здесь получилось? Наша кухня Г-образная. И для того, чтобы она смотрелась более легкой, верхние шкафы у нас расположены только по одной стене. А вторая стена у нас разгружена. И здесь вы видите вытяжку. Многие боятся кухню-нишу, потому что это пространство, где кухня объединена с гостиной. И кажется, что будут кухонные запахи приготовки. На самом деле, хорошая вытяжка решает эти проблемы. Основной хейт по планировке был связан с примыканием мебели. Типа, что делать с мебелью, когда вы предлагаете клиентам такую планировку. На самом деле, все кухни сейчас у нас встроенные. Они все по индивидуальному заказу. И никаких особых проблем с примыканием здесь нет. Просто у нас подходит столешница. Столешница выпиливается по шаблону. Проблем с этим нет никаких. Вот здесь у нас, естественно, фальш-панель, потому что вот это пространство никак не может использоваться. Это факт. И достаточно интересное примыкание наших верхних больших шкафов. Здесь у нас расположен холодильник. У холодильника навесная створка. Соответственно, петли все идут под углом 90 градусов. Ну и, собственно говоря, сам холодильник, он прямоугольный и квадратный. Соответственно, вот здесь необходимо было сделать вот эту вот проставочку. Эта же проставочка у нас пошла вот сюда. Таким образом, если вы предполагаете спроектировать такие индивидуальные вещи, нужно изначально спроектировать кухню, а потом уже ее вставлять в проект. Потому что вот это вот расстояние, это не метр двадцать, оно побольше. Дальше по наполнению. Здесь у нас посудомоечная машинка на 45 сантиметров. В квартире проживают два человека, соответственно, такой машинки вполне достаточно. Здесь у нас расположено очень удобное выкатное ведро. И вы можете посмотреть, сколько места занимает фильтр. Вот она, система фильтров. Это достаточно большая история, поэтому, когда вы проектируете, изначально нужно рассчитать, сколько места будет занимать фильтр и сколько места у вас будет занимать измельчитель. То есть, влезает ли у вас измельчитель. В углу у нас волшебный уголок. Вот такая вот выкатная карусель. Все ее очень любят. Я не думаю, что я вам покажу что-то новое, но еще раз могу рассказать о том, что идеальное решение угла это все-таки вот такие вот выкатные системы. Поэтому не жалейте на них денег. В следующей секции у нас расположен духовой шкаф и варочная поверхность. Достаточно часто на кухнях разносят два этих прибора, но здесь это не предполагается по стилистике, потому что стилистика у нас монохромная. И эти приборы на белой кухне мы видим очень хорошо. Соответственно, лучше их не разносить. Сверху та самая вытяжка, которая со всем справляется. Ну и дальше у нас выкатные ящики. У раковины у нас смеситель, который выполняет весь функционал. То есть, мы можем просто включить обычную воду и, допустим, сполоснуть посуду, а можем включить фильтр. В квартире много света, и на кухне мы здесь видим достаточно большое количество разных вариантов подсветки. У нас есть подсветка на вытяжке очень красивая. У нас есть подсветка рабочей поверхности, причем она очень грамотно сделана по центру шкафа. У нас отдельная подсветка у стола, и можно выключить весь свет и, собственно говоря, сидеть за столом и получать такой вот эффект интимной подсветки. Также на потолке у нас трековое освещение. Трек у нас повторяет форму кухни. Такой же трек у нас в гостиной. Мы сейчас на него посмотрим. Что необычного? Во-первых, посмотрите, он белого цвета, и, соответственно, он растворяется на потолке. И вы видите, на нем не традиционные споты такими стаканчиками, которые дают направленный свет, а сферическую лампочку, которая дает свет рассеянный. Свет у нас здесь взят достаточно теплый, то есть это 3000 кельвинов, и на самом деле смотрится это очень уютно. Теперь по поводу гостиной. Непосредственно из кухни мы попадаем в гостиную, и здесь как раз раскрывается наша сложная геометрия. У нас в гостиной три двери. Одна дверь у нас ведет в санузел гостевой, в нем же расположено постирочное отдельно выделенное помещение. Вторая дверь у нас ведет в кабинет, и третья дверь у нас ведет в спальню в приват-зону. Двери очень высокие, высота двери 2,40, но для заказчика они обыкновенные, потому что заказчик у нас высокий. На что хочу обратить внимание. Двери у нас реверсивного открывания, то есть визуально из гостиной кажется, что дверь должна открываться сюда, а на самом деле она открывается внутрь кабинета. Отличная ТВ-зона, нету никаких проводов, и хочу рассказать вот о чем. Для того, чтобы получить такую картину без визуального шума, без висящих проводов, необходимо заранее продумать все розетки. Акустические колонки, очень эстетично выглядит подключение. Внизу у нас небольшой диванчик, диван выставлен как раз по вот этому излому, и маленький шкафчик, который перекликается с кухней. Кажется, что это единый гарнитур, на самом деле просто повезло, он очень хорошо гармонично подходит. На полу у нас инженерная доска, эта же инженерная доска заходит в спальню, эта же инженерная доска перетекает в кабинет. На кухне мы ее делать не стали, потому что на кухне мы готовим, и, соответственно, это решение непрактично. То, что касается потолков. Потолок у нас натяжной, с теневым профилем, и здесь это решение очень уместно, потому что именно теневой профиль подчеркивает нашу сложную геометрию помещения. Освещена гостиная с помощью той же трековой системы, о которой я говорила на кухне, и посмотрите, какая классная люстра, она очень хорошо сюда стилистически вписалась, и температура ламп у нас все те же 3000 кельвинов, то есть заказчики очень серьезно к этому отнеслись и подобрали одно к другому. Шикарный диван у нас в гостиной, он небольшой, компактный, и посмотрите, у него узкие подлокотники, при этом он очень удобный. Диван у нас на ножках, соответственно, он не раскладной, и мы могли себе позволить такой диван, благодаря тому, что раскладной диван у нас располагается в кабинете. Здесь у нас выключатель, и, соответственно, прям сидя на диване, мы можем регулировать свет, это очень удобно. И классный светильник, вот я его выключила, вот включила, очень интересно смотрится, сейчас свет направлен наверх, но можно его развернуть, направить в стену или направить вниз, и получим мы совсем другой эффект. Окна. Окна в квартире поменяли, изначально были обыкновенные белые окна, заменили на темный профиль, и это смотрится очень стильно, учитывая, что у нас монохромный интерьер. И вот такие вот черные радиаторы, заказчики ими очень довольны, говорят, что их очень удобно протирать. Здесь мы входим в кабинет, дверь у нас, напоминаю, реверсивная, соответственно, открывается она внутрь кабинета. По наполнению в кабинете у нас рабочий стол, небольшая тумба, за столом стеллаж, и вот этот вот маленький гостевой диванчик. Кабинет получился очень уютный, очень функциональный и такой интимный, что ли, такая вот приват-зона. За мной сейчас расположены стеклоблоки, это те самые стеклоблоки, которые мы с вами видели на кухне, то есть вот эта стенка, это стенка, которая отделяет кабинет от кухни. Такое расположение стола очень удобное, мы видим входную дверь, соответственно, нам уютно. За нами красивый фон, вот такой вот красивый стеллаж, соответственно, хорошо можно выходить на зум-конференции, у нас красивый фон. Ну и, может быть, кого-то смущает провода, которые от входной двери видны, но на самом деле такое расположение, мне кажется, все-таки более уместным, учитывая, что кабинет у нас ради того, чтобы здесь было уютно и комфортно, и работоспособно работать. И здесь можно вытянуть ноги, вот я сейчас развалилась в этом кресле, и у меня такое пространство для ног, поэтому можно достаточно долго... Плодотворно, точно, плодотворно работать можно. Освещение. Освещение здесь тоже хорошо продумано, вроде казалось бы, очень простые светильники, если мы говорим про потолочные светильники, но они деммируются с помощью нажатия, если быстро нажимать на него, то, соответственно, мы получаем разный эффект. И над диванчиком у нас расположены бра, это как раз дополнительное вечернее освещение, создает уют. У нас здесь в кабинете немножко добавилось цвета, с помощью вот этого постера. К постеру отлично подобрана рамка, то есть, если вы помните, у нас весь интерьер бело-черно-серый, с добавлением дерева, а здесь вот появилось небольшое количество красного. Из гостиной мы попадаем в гостевой санузел, и здесь у нас организована отличная постирочная. Как раз благодаря нашей асимметричной планировке удалось ее здесь организовать. Большая раковина, то есть далеко не каждый гостевой санузел может похвастаться такой шикарной раковиной. Зона туалета, на стенах у нас керамическая плитка итальянской фабрики Марацци, а здесь у нас стены уже покрашены. Санузел обычно делается чуть ниже, чем уровень всей остальной квартиры, или здесь необходимо организовывать порожек, и как раз этот перепад у нас идет между постирочной и санузлом. Итак, идем дальше. Дальше мы попадаем в приват-зону, в зону спальни. Спальня у нас организована по принципу мастер-спальни. Спальня, гардеробная и санузел. Что очень интересно, когда мы обсуждали с заказчиками вот эту вот планировку, вернее впечатление от этой планировки, когда она уже была создана, когда люди въехали, они поделились тем, что именно в спальне у нас происходит такой разрыв шаблонов. То есть мы смотрим то на одну стенку, то на другую стенку, которая расположена под углом, и соответственно именно в спальне мы ловим вот эту вот необычную геометрию визуально. У нас очень красиво здесь обходит теневой профиль, теневой натяжной потолок. Как раз видно всю нашу сложную геометрию. Теневой натяжной потолок ее подчеркивает. И заказчики поделились со мной, что потолочники не хотели браться за этот объект. То есть далеко не каждый был согласен выполнить эту работу. То есть работа действительно сложная. Здесь у нас добавляется бирюзовый цвет, бирюзовые шторы, подушки и покрывало. А так все остальное у нас ровно такой же, как и во всей остальной квартире. Вам кажется, что стены у нас покрашены в белый цвет. На самом деле этот цвет называется перо. Его очень долго подбирали. В спальне очень хорошо продумано освещение. Здесь есть небольшие маленькие светильники непосредственно для чтения. И есть вот эти вот декоративные светильники. Отвесы от потолка. Они нам создают интимную подсветку. Вот я как раз их включила. Включаются они вместе с подсветкой штор. И, соответственно, мы получаем вот этот эффект. Включается у нас люстра около входной двери. И ее же можно включить и, соответственно, выключить около кровати. Я всегда именно так развожу электрику для того, чтобы, когда вы уже лежите в кровати, можно было бы не вставать и не включать верхний потолочный свет. Столик. Здесь у нас расположен туалетный столик. И он же может служить дополнительным рабочим местом. Белый столик. Как раз вот видно, что цвет стен у нас далеко не белый, а именно такой вот приглушенный. На фоне этого белого стола. Здесь у нас вход в нашу гардеробную и вход в наш санузел. В санузел мы попадаем через гардеробную. Все гардеробная у нас открытая. Но посмотрите, как она грамотно решена и как вообще все стильно смотрится. На что хочу обратить внимание. Когда у нас идет расположение полок с одной стороны и расположение полок с другой стороны, логично сделать гардеробную, поделив ее на две части. Отдельно женская половина и отдельно мужская. Что здесь заказчики сделали. Проходя через гардеробную, мы попадаем в санузел. И у меня настроение прям уже поднимается, потому что это, признаться, мой любимый санузел. Многим клиентам, которые боятся темных санузлов, хочу продемонстрировать, как это эффектно смотрится, насколько стильно и насколько релаксово. То есть темный санузел создает ощущение релакса, создает ощущение отдыха. И вовсе не обязательно делать здесь черную сантехнику. Белый унитаз, на мой взгляд, он как раз даже и очень стильно смотрится, потому что с помощью определенной подсветки он выделяется на фоне черного керамогранита, черной плитки и смотрится очень нарядно. То же самое можно сказать насчет раковины. Раковина у нас белая, столешница деревянная, то есть столешница под дерево. Над раковиной висит зеркало, зеркало с подсветкой, то есть можно включить, допустим, только зеркало и находиться в этом помещении. Если, допустим, вы отправляетесь в санузел ночью и вам не хочется включать верхний потолочный свет. Душевая кабина. Нижний поддон у нас белый. В принципе, это все неплохо смотрится, неплохо перекликается. Прозрачные абсолютно шторки душевые. И, соответственно, мы видим заднюю стенку, видим противоположную стену. И наша душевая кабина совершенно нам не скрадывает помещение. Внутри душевой кабины вы видите маленькую нишу. Вроде, с одной стороны, она небольшая, с другой стороны, смотрите, как здорово туда помещаются те же самые шампуни. То есть есть возможность не вешать никаких навесных полок. Здесь у нас та же самая история. У нас идет ниша. Ниша декорирована керамогранитом под дерево. Этот же самый керамогранит под дерево у нас лежит на полу. Тем самым, по сути дела, здесь использовано два материала. Это дерево и темный, максимально темный керамогранит. Очень мне нравится, как здесь решили все внешние углы. Есть всего два варианта. Первый вариант – это запил под углом 45 градусов. И второй вариант – это использование вот такого вот профиля. Если это красиво сделать, то, соответственно, он будет смотреться очень сильно, как декоративный дополнительный элемент. Он же, этот же профиль, у нас обходит нашу дверную коробку. И вообще, в принципе, двери Invisible достаточно тяжело использовать в санузле, потому что очень много возникает вопросов, что же делать вот с этим вот коробом. Ну, в данном случае, обложили плиткой. Итак, наш рум-тур подходит к концу. Обязательно пишите, как вам, какое ваше впечатление от нашей геометрии. Смогли бы вы жить в таких стенах? Подписывайтесь, ставьте лайки. И жду вас. До новых встреч. Пока!